Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предоставляется доклад о возможности скрининга и дифференциальной диагностики передраковых состояний цервикального эпителия с помощью анализа микро-РНК. Рак шейки матки остается серьезной проблемой здравоохранения в мире. По оценке Всемирной организации здравоохранения в 2018 году около 570 тысяч новых случаев рака было зафиксировано. Стабильно высокие показатели заболеваемости рака шейки матки остаются и в нашей стране. При этом данное заболевание занимает 5 место среди всех злокачественных новообразований женского населения России. И заболеваемость в последние годы постоянно растет. Причем 15% данных случаев зафиксировано у женщин молодого возраста до 35 лет. Инфицирование вирусом папилломы человека является основным и теологическим фактором развития рака шейки матки. Попадая в организм, вирус заражает эпителиальные клетки и начинает активно размножаться. При этом продуцируется большое количество вирусных частиц. И такая фаза вируса называется продуктивная фаза. При неблагоприятных условиях вирусная ДНК интегрируется в геном человека. И данная фаза уже называется интегрированная фаза, которая в дальнейшем может привести к злокачественной трансформации цервикального петеля и к раку. К предраковым заболеваниям шейки матки относятся дисплазии. Ранняя диагностика и лечение данных заболеваний является вторичной профилактикой рака шейки матки. Дисплазии цервикального канала, они же цервикальные интерапевиальные неоплазии цины, или они же плоскоклеточные интерапевиториальные поражения. Характеризуется нарушением дифференцировки клеток эпителия в результате пролиферации базальных элементов с развитием их АТП, утратой полярности и нарушением структуры. При первичном попадании вируса попелома человека появляются единичные клетки, поражающие эпителиоциты. Такие клетки называются кайлоциты. В дальнейшем уже развивается дисплазия в легкой степени, когда поражается нижняя треть эпителия. При поражении двух третий говорим об умеренной дисплазии и полное поражение цервикального эпителия. Это тяжелые поражения. В последние годы мы используем классификацию БТС, согласно которой все дисплазии и лицины делятся на… Все поражения шейки матки делятся на два типа – поражение низкой степени и поражение высокой степени злокаченности. К низкой относятся, соответственно, кайлоцитоз и цинодин, тяжелый – это цин-2, 3 и рак инситу. То есть все, что доинвазивного рака. Такое деление не случайно, так как поражения низкой степени характеризуются, как правило, продуктивной формой вируса папиллома человека, и они очень часто подвергаются обратной регрессии. Тяжелые поражения в большей степени характеризуются уже интегрированной формой вируса папиллома человека, и они в довольно большом проценте прогрессируют до инвазивного рака. Для диагностики рака и предраковых заболеваний используются цитологические мазки с экзоэндоцервикса. Традиционно используются обычные мазки с нанесением материала на стекло, с последующей окраской геметоксилин-эозином или папа-никалау. Но чувствительная специфичность этого метода достаточно низкая. В последние годы мы используем жидкостную цитологию, можем использовать жидкостную цитологию, но этот метод более трудоемкий и более экономически затратный по сравнению с обычной цитологией, которая достаточно дешевая и повсеместно распространена. Поэтому для дальнейшей усиления диагностики используется метод кольпоскопии, то есть осмотра шейки матки в зеркалах. И данный метод также достаточно хорошо распространен, он малоинвазивен, но этот метод субъективный, и здесь большое значение имеет квалификация врача. И золотым стандартом диагностики является прицельная биопсия шейки матки с последующим гистологическим исследованием биоптатов. Но данный метод очень инвазивный, и мы не можем его постоянно использовать для диагностики заболеваний. Определение этиологической взаимосвязи вируса папиллома человека с развитием рака шейки матки привело к внедрению ДНК-тестирования в качестве методов первичного скрининга для выявления пациенток с повышенной вероятностью развития рака шейки матки. Этот метод высокочувствительный, но специфичность этого метода очень низкая, так как вирус папиллома человека очень часто выявляется у молодых женщин, и в течение года вирус папиллома человека может самоэлиминироваться из организма женщины, не оставляя никаких неблагоприятных последствий. Интегрирование вирусов папиллома человека в геном человеческой клетки приводит к тому, что повышается синтез онкобелков Е6 и Е7, что в свою очередь приводит к повышению онкобелка АП-16 и маркера профиляции КИА-67. Данные белки также в настоящее время используются в качестве диагностических маркеров, выделяемых из цервикального канала. Их, как правило, используют для дифференциальной диагностики трудных случаев при восхождении диагностов цитологических и гистологических, при получении мазков неясной характеристики. Но данные методы также требуют дополнительного изучения. В зависимости от стадии процесса существуют различные алгоритмы ведения пациенток. Если при выявлении дисплазии тяжелой степени тактика однозначная, то есть увидел, лечи, так как данная патология очень часто прогрессирует до инвазивного рака, сразу должны применяться хирургические методы лечения, как минимум биопсия, то с дисплазией легкой степени все однозначно однозначно. ЦИН-1 или ЛСИЛ характеризуются высоким уровнем спонтанной прогрессии и низким уровнем прогрессии этих поражений до более тяжелых случаев. Поэтому алгоритм ведения таких пациентов четко не определен. И предлагается наблюдать таких пациентов с определением детекции ДНК вируса папиллома человека, определением кульпоскопии. И уже дальнейшая тактика будет определяться по совокупности на основании дополнительных методов исследования, а также на основании возраста пациентки, длительности персистенции вируса папиллома человека, обширности поражений и многих других факторов. Однако консультативное ведение пациентов с ЛСИЛ не лишено риска, потому что также может характеризоваться как прогрессированием данного заболевания, так и мы не можем быть на 100% уверены, что диагноз был поставлен правильный, что там действительно ЛСИЛ, а не более тяжелые случаи. Таким образом, мы видим, что несмотря на огромный прогресс, который был достигнут в диагностике цервикальных неоплазий, все еще сохраняется потребность в разработке и внедрении в клиническую практику новых биомаркеров, которые будут улучшать диагностику, обладать прогностическим значением и помогут нам оптимизировать тактику ведения пациентов с предраковыми заболеваниями. Исследования последних лет показали значимую роль микро-РНК в цервикальном канцерогенезе. Так, в работе 2014 года было показано различие экспрессии микро-РНК между нормальными клетками и изменение профилями РНК на различных стадиях предраковых заболеваний. В 2016 году также было показано, что процесс неопластической трансформации сопровождается определенными сдвигами профиля микро-РНК, причем тяжесть этих поражений коррелирует также с тяжестью самого предракового процесса. В 2018 году вышла обзорная статья, которая была показана, что определенная группа микро-РНК характеризуется снижением экспрессии уровня микро-РНК, а другая группа микро-РНК повышается, уровень этой экспрессии данных молекул, опять-таки в зависимости от тяжести процесса. В 2017 году нами было проведено пилотное исследование, мы провели мета-анализ литературных данных, и на основе этого выявили 26 маркерных микро-РНК, которые могут быть потенциальными биомаркерами. Уровень экспрессии 26 потенциальных этих маркерных молекул был оценен в 120 образцах у женщин с дисплазиями и различной степенью тяжести, а также инвазивным раком. В 6 случаях из 26 была обнаружена корреляция между степенью дисплазии цервикального канала и уровнем экспрессии данных молекул. Мы отметили, что идет повышение экспрессии молекулы 20А, микро-РНК 196, 126 и 106, и снижалась экспрессия 145 и 375 микро-РНК. Таким образом, данные публикации показывают, что развитие дисплазии цервикального эпителия сопровождается изменением экспрессионного профиля микро-РНК, и с прогрессией дисплазии усиливается дисбаланс состава микро-РНК клеток цервикального эпителия. Как усугубляется изменение отдельных молекул, таких как микро-РНК 145, 375, 20А и 196, так и изменяется экспрессия новых молекул. Однако эти изменения носят большой такой комплексный, отчасти хаотичный характер, что затрудняет интерпретацию результатов. И для решения этой проблемы необходима оптимизация методов относительной оценки экспрессионной активности молекул или разработка методов абсолютной оценки изменения концентрации маркерных молекул. С целью выявления какого-либо маркера, то есть нормализатора, нами также было проведено исследование, и с помощью алгоритма G-NORM была проведена оценка индивидуальной экспрессионной изменчивости нескольких молекул. Однако ни одна из исследуемых наших молекул не показала стабильность в различных тканях. Но с учетом отсутствия идеальных методов нормализации, мы решили пойти другим путем провести сравнительный анализ определения определенных пар микро-РНК относительно друг друга без использования нормализаторов. И с помощью стандартного подхода были рассчитаны соотношения уровней нескольких пар микро-РНК, которые попарно изменялись, рецепропрогно изменялись. То есть сравнили концентрацию молекул микро-РНК, экспрессия которой увеличивалась, и другой молекулы, экспрессия которой уменьшалась. И соотношение концентрации пар этих молекул могут отличаться в различных тканях, то есть в зависимости от тяжести процесса. Данное исследование мы как раз конкретно проводили на пациентах с дисплазиями тяжелой степени и инвазивным раком. То есть нами было найдено три пары таких молекул, микро-РНК-126 и 375, микро-РНК-20А и 375, и микро-РНК-126 и 145. И данный метод показал довольно-таки высокую чувствительность и специфичность. Учитывая то, что пациентки с дисплазиями легкой степени, с поражениями легкой степени, не имеют четкого алгоритма введения, мы провели исследование, в которое были включены женщины именно с дисплазией легкой степени для возможности оценки применения метода вот этих рецептированных пар, для возможности прогноза течения дисплазии легкой степени. В исследование было включено 92 женщин в возрасте от 20 до 45 лет с статологически подтвержденным диагнозом дисплазии легкой степени. На основании данных повторно-циологического исследования через 3, 6 или 9 месяцев эти пациентки были поделены на две группы. В первую группу зашли женщины с стадией выздоровления, в которой отсутствовали клеточные изменения в мозгах. В вторую группу составила группа персистенция, в нее вошли женщины с сохраняющимися изменениями стадии L-C. На первом этапе нами было проведено скрининговое исследование профайлинг с использованием 85 молекул микро-РНК и было выделено таких 16 маркерных молекул. В дальнейшем в каждом из образцов мы измеряли концентрацию микро-РНК и сравнивали в обеих группах исследования. В нашем исследовании было показано, что изменения экспрессии исследуемых микро-РНК не показали статистически достоверного отличия в обеих группах. Тогда мы попробовали применить опять методы рецепробных пар, как и в предыдущем нашем исследовании. И с помощью оптимизированного подхода были рассчитаны соотношения уровней экспрессии возможных пар молекул, для которых была выявлена разнонаправленная рецепробная корреляция с прогнозом течения L-Силь. И с довольно-то высоким уровнем значимости было показано для трех пар молекул 10-Б и 126 микро-РНК 196 и 126, и 29-А-Б и 126 микро-РНК. Опять-таки с довольно хорошей чувствительностью и специфичностью. Таким образом, анализ экспрессии микро-РНК материально-цервикального канала является перспективным методом скрининга, дифференциальной диагностики, дисплозиции ревикального ПТЛ. Проблема отсутствия надежных методов нормализации результатов анализа экспрессии отдельных молекул может быть решена путем оценки соотношения концентрации рецепробных пар, то есть пар микро-РНК с разнонаправленным действием друг относительно друга. А также для прогноза течения поражений шейки матки легкой степени тяжести могут быть использованы пары микро-РНК 10b-126, микро-РНК 197b-126 и микро-РНК 29b-126 микро-РНК. Спасибо за внимание. Продолжение следует...